Девушки отдыхают Мы рады видеть вас на нашей площадке Друзья, сегодня у нас в гостях человек, который стоит на страже счастливого детства Внимание на экран Она является уполномоченным по правам ребенка Якутии с 2003 года Дважды перезбиралась на эту должность При ее непосредственном участии были разработаны и приняты законы республики по защите прав ребенка Поэтому ее авторитет в этой области не пререкаем Анна Афанасьевна Соловьева говорит, что обращений становится меньше Общество меняется Меняется отношение к детям и их правам Законы работают и условия создаются Значит ли это, что институт омбудсмена по правам ребенка Якутии изжил себя? Не пора ли упразднить его? Достаточно работы защитника на федеральном уровне Согласны ли с этим Анна Соловьева? Друзья, сегодня нам придется поближе познакомиться с человеком Который следит за тем, чтобы законы в защите детей работали в полную силу Но тем не менее, все меняется Ситуация в республике стабильная Но значит ли это, что абдусмен нам не нужен? И потом предлагаю разделиться на две группы Оптимистов и пессимистов Оптимисты это те, кто поддерживает нашего героя И готовы разделять его точку зрения Их предварителем буду я Пессимисты подвергаются мнению, мнению оптимистов Я буду их поддерживать Делимся Итак, встречаем нашего героя Главный защитник детей республики Гарант законности Гроза всех взрослых Анна Афанасьевна Соловьева Анна Афанасьевна, здравствуйте Здравствуйте Анна Афанасьевна, расскажите о себе Вам дается минута Что у вас должны знать обязательно дети? Здравствуйте Меня зовут Анна Соловьева Я работаю уполномоченным по правам ребенка В республике Саха-Якутия Более 14 лет С малого возраста Я всегда очень следила Как справедливость осуществляется И в юности я всегда интересовалась Гендерным равенством мужчин и женщин А потом в иностранной литературе Был такой толстый журнал Я впервые 30 лет тому назад Узнала, что есть уполномоченный По правам человека Которого в Европе называют омбудсменом И вот я сама работаю детским омбудсменом И защищаю права наших детей Отлично Анна Афанасьевна, мы приступим к близопросу Начнем с вашего настроя Как ваш настрой? Вы знаете, позитивный Как правильнее будет работать омбудсменом Или служить? И почему? Я считаю, что омбудсмены все служат И почему? Потому что это работа Которая всегда говорит о том Что должна быть справедливость А дают ли клятву при вступлении на такую должность? Вы знаете, взрослые омбудсмены Уполномоченные по правам человека Дают такую клятву Но, к сожалению, детские омбудсмены В разных ситуациях, в разных субъектах По-разному входят в свою должность В нашей республике клятвы не существует Изменился ли у вас годами главный мотив к работе? Какую задачу вы ставили перед собой в начале И какую сейчас? В начале своей работы Я ставила задачу такую Чтобы все знали о том Что ребенок имеет свои права И эти права были установлены Организации объединенных наций В 1989 году То есть даже не прошло и 30 лет Как наши дети имеют права И 20 ноября ежегодно Мы отмечаем Всемирный день детства Согласны ли вы с выражением Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло? И как часто приходится сталкиваться с этим? К сожалению, народ всегда говорит Не в бровь, а в глаз Вот именно из-за того, что существуют Такие понятия, что законом можно управлять Иногда дают возможность людям Нарушать права человека А тем более права ребенка Анна Афанасьевна, что вы считаете Главным достижением в своей работе? Главным достижением в своей работе Я считаю то, что дети Республики Саха-Якутия Все с детского возраста С детского сада Знают, что у них есть права А согласны ли вы с тем, что Институт уполномочен по правам ребенка в Якутии И сжил себя? Нет, я с этим не согласна Потому что человек слаб И всегда, если Начинают Расслабляться То и люди начинают расслабляться А ребенок Это самое уязвимое существо На белом свете И, к сожалению, права детей Нарушают прежде всего те люди Которые являются Самыми близкими к детству Итак, перед вами те Кто сегодня попытается узнать вас поближе Это учащиеся школ И студенты Справа от вас расположились оптимисты Слева Пессимисты Итак, друзья Скажите, почему вы оказались в той или иной группе? Чем обусловлен ваш выбор? Давайте начнем с вас, девушка Лично я считаю Что права человека Это высшая ценность В гражданском правовом обществе Пессимисты Я на этой стороне Только потому, что я считаю Что права ребенка Это те же самые права человека И как-то разделять Как по мне Это бессмысленно Начнем Задавайте свои вопросы Анне Афанасьевне Есть информация о том Что хотят вести Реестр педофилов Как вы к этому относитесь? Нужно ли это? Если да, то почему? Если нет, то тоже почему? Я считаю Что эти больные люди Представляют Особую угрозу Нашему сообществу Особенно детям И поэтому Если человек болен Его надо ставить на учет Я это поддерживаю Зачастую госорганы реагируют Лишь при письменном обращении Таков порядок А вы У вас есть свой сайт какой-нибудь? Да У меня есть сайт Дети.ру И каждый может обратиться ко мне Как в электронном варианте Очень много людей Хотят обратиться Анонимно И поэтому Они просто звонят мне по телефону Сотовый телефон 737-257 И вся республика об этом знает И каждый может позвонить мне На сотовый телефон В любое время Суток, дня и праздников Я студент Юридического факультета И юридической общественности Бурно обсуждается вопрос Касательно введения Уголовной ответственности С 12 лет Вот И хотелось бы узнать Вашу позицию Касательно этого вопроса Сейчас уголовная ответственность Детей нарушивших закон И совершивших преступления 14 лет И я считаю это правомерным Потому что Ребенок 12 лет Вступает именно в такой возраст Который называется пубертатным То есть у него Очень сильно меняется настроение От его физиологического состояния И поэтому Ребенок может принять Неправильное решение Именно вот в этот момент В эту минуту Но через некоторое время Он будет совершенно По-другому смотреть На этот же вопрос Поэтому я считаю Это совершенно Невозможным До 14 лет За деяние ребенка Должен отвечать Его родитель Законный представитель Это мое глубокое убеждение Чем по-вашему Отличается работа Нашей республики От других регионов Вот в области Защиты прав детей И дает ли Эта работа Поды Наши парламентарии Сделали очень много Для того Чтобы наш ребенок Был защищен Например В области образования У нас никогда Ребенок Не был ограничен 9-летним образованием Приняли закон Об образовании Где говорили о том Что наши северные дети Должны обучаться Полную школу И за это мы платили Собственные бюджетные средства То есть республика Саха Сама оплачивала За 9-10 класс Обучение детей Пытались ли вас подкупить? Честно скажу Ко мне Никогда никто Не пытался Ни в чем У нас в республике Все-таки люди Очень ценят детей И ко мне приходят Действительно те люди Которые хотят Защитить своего ребенка Следите ли вы За судьбой детей Которые нуждались В вашей помощи? Мы стараемся Следить за этими детьми И второе Когда у человека Исправляется Плохая ситуация Они обычно Стараются Чтобы О них забыли Потому что Это тяжелый момент И это правильно И поэтому Многие дети Во-первых Они не знают О том Что их защищал Уполномоченный Потому что Подходил законный Представитель А во-вторых Законный представитель Старается Не травмировать Ни себя Ни ребенка К плохим воспоминаниям Спасибо Пессимисты Есть вопросы? Сможете сказать Свою точку зрения Насчет того Нужно ли вводить Смертную казнь За нарушение Прав ребенка И нужно ли вообще Отменять Мораторий На смертную казнь В России Спасибо Пожизненное заключение Оно намного страшнее Чем смертная казнь Поэтому Я считаю Что Не надо Вот этот Мораторий Заканчивать Пусть этот Мораторий Будет И Я думаю Что доброжелательность И Соблюдение Законов Все-таки Нас Подвигают К более Цивилизованным Отношениям Было ли у вас Такое Что дети Были недовольны Вашей работой Недавно Совсем Встречалась С детьми Условно Осужденными За Преступления Их было Человек 20 На встрече И там Было Двое Мальчиков Один Был Лидер А второй Был у него Друг И вот Лидер Был Очень Недоволен Тем Что Я Не могу Значит Прервать Его Условный Срок Если Суд Решил Что Он Должен Быть Наказан То Уполномоченный Не может Снять Наказание И Ребенок Был Недоволен Если Его Называть Ребенком АПЛОДИС Спасибо за Вопросы А Сейчас Внимание На Экран Субтитры Не Не Говорят Если Что Они Так Сразу Говорят Что Мы Там Что Напишем Скажем Расскажем И Что Делать В таких Случах Не Знаю Может Как Небудь Наказывают Но Не так Конечно Они Физически Как То Психологически Влияют На Это А Стоит Ли Нарушать Их Права В Воспитательных Целях Конечно Без Этого Как Они Еще Не Понимают Многих Вещей Самый Действенный Способ Подзатыль Я Думаю Что Нужно Потому Что Раньше Как Говорили Пока Поперек Лавки Лежит Его Можно Воспитать А Сейчас У Нас Как Б Права И Обязанности Смысл Этих Слов Вы Своего Ребенка Не Наказываете Никогда Нет Никак Ну Я могу В угол Поставить Но Не Больше Сейчас Уже Психология Достаточно Развита И Достаточно Много Книг Написано По Воспитанию Тей Что Можно И Без Таких Крайних Мер Обойтись Вы Знаете Чем Занимается Уполномоченный По Правам Ребенка Даже Я Не знаю Если Честно Нет Ну Примерно Да Не знаю И Как Оцениваете Деятельность Вообще Безпонятия Я даже Не знаю Кто Эту Должность Занимает Ну Права Ребенка Защищает Наверное Наши Дети Вот В Якутии Хорошо Себя Чувствуют Создаются Ли Условия Для Их Развития И Воспитания Да Думаю Да Вот Недавно Медцентр Открылся Специальный Детский Я Обустроили Так что Наверное Да Школы Развиваются Институты Тоже В этой Области У нас Все Обстоит Хорошо В республике Да В принципе Цель Показателем То Что Люди Не знают О вас И вашей Работе Вы знаете Это прекрасно Что они Не знают Об этом Это говорит О том Что права Их детей Соблюдаются Они не озабочены Соблюдением Прав своих Детей Нарушением Прав Детей И поэтому Они дышат Этим Этой Свободой Спокойно Прекрасно И они Очень довольны Поэтому Я считаю Что Самое Хорошее Это то Что они Не знают Что есть Уполномоченный По правам Ребенка Ребята Вы согласны С Анной Афанасьевной Оптимисты Я согласен С точкой зрения Потому что Считаю Что не совсем Бывают Всегда Обеспеченные Семьи Бывают Семьи Которые Мало Обеспеченные И Им Не особо Они не особо Задумываются О будущем Своих детей И как раз таки Вы И эта Система Помогает Таким детям Чтобы они Как-то могли В дальнейшем Развиваться И жить Это верно Вы правильно Подметили Поэтому мы Ведем Широкую Просветительскую Работу И эту работу Мы ведем Через школы И называется Это Родительский Всеобуч У меня Вопрос К ребятам Как вы Считаете Нарушаются Что 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 Если Мы Мы Должны Научиться Без физического Влияния Воздействия Да Без физического Воздействия Научиться На детей Как-то Влиять Пессимисты, желательно, чтобы на мой вопрос ответили школьники. Как вы считаете, нарушаются ваши права? Конкретно во время учебы наши права не нарушались никогда, такого у нас никогда не было. И не то чтобы это только конкретно меня, я, допустим, сижу своим классом, наблюдаю за ними, и я вижу, что со всеми относятся хорошо, и права ни у кого не нарушаются. Послушай мнение молодого человека. У меня не приходилось сталкиваться с такими ситуациями, что мои права где-то были ущемлены. То есть благодаря тому, что я знаю некоторые свои права, и благодаря тому, что у меня удачливый такой человек. А есть ли в ваших классах, допустим, те, кто злоупотребляет своими правами? Есть куча примеров, когда дети сидели на уроках и, допустим, играли в телефон, но не занимались учебой, проще говоря, и учителя должны были что-то предпринять, но они не могли выйти за рамки разумного, чтобы этот ребенок перестал заниматься не тем, чем надо. И вот конкретно этим дети злоупотребляют, из-за чего учителям становится достаточно сложно их учить и вообще как-то с ними взаимодействовать. Спасибо. Оптимисты? Был у нас такой опыт недавно, были открытые уроки, точнее не открытые уроки, а день самоуправления, когда мы сами могли быть в роли учителей, и мы могли примерно наблюдать такую же картину, как видят учителя, что когда ты видишь уроки, порой дети вообще не слушают, и порой даже приходится сдерживать себя, чтобы не носить им какие-то физические повреждения, потому что порой они прям выпрашивают реально. То есть некоторые прям злоупотребляют своими правами и думают, что это правильно. Хотя это надо искоренять вообще из нашего общества. Вот я послушала и пессимистов, и оптимистов. Они говорили о том, что дети злоупотребляют своими правами. Но я вам скажу одно. В школе существует свой нормативный акт. Он называется уставом школы. И в этом уставе вы должны, вот совет школьников, принять такой пункт. Во время урока отключать гаджеты. Что ж, Анна Афанасьевна, теперь в вашу очередь предложить аудитории тему для обсуждения. Скажите мне, пожалуйста, оптимисты и пессимисты, что вам нравится, что вам не нравится, и где вы видите, что все-таки недостаточно вам дали прав для того, чтобы стать полноценным гражданином нашей страны. Пессимист. В 43-й статье Конституции Российской Федерации установлено, что каждый гражданин должен получить бесплатное среднее общее образование. Вот получается, вот дети оплачивают взносы, да? За обучение. За обучение. Это где? Скажем, я был школьником, и мы платили, вот можно сказать, юридически говорили, что это добровольческие взносы. Добровольные взносы. Добровольные, да, добровольные взносы. Но де-факто это получается как взносы за обучение. А у вас статус школы какой был? Гимназия. Вот вы знаете, и для того, чтобы дать возможность ребенку углубленно заниматься каким-то тем предметом, которым он занимается, весьма возможно были какие-то доплаты. Это право выбора ваших законных представителей. Хочет он за вас платить и обучать в более продвинутой, более углубленной программе? Или же он хочет, чтобы вы были на общих основаниях и получили общее основание. Но мое личное мнение такое, ребенок сам должен хотеть получить то, что он считает необходимым. И только когда человек желает этого, тогда он достигает. Допустим, во многих школах все равно есть такие традиции, то что после 9 класса все равно многих детей вынуждают не идти в 10-й. В 10-й или 11-й. Я ежегодно сталкиваюсь. Родители приходят, пишут мне заявление о том, что школа вынуждает ребенка уйти в другое учебное заведение. А ребенок не хочет, а законный представитель настаивает на том, чтобы ребенок продолжал обучение в 10-м, 11-м классе. Вы знаете, я всегда на стороне этого ребенка. Почему? Потому что если школа взяла у него заявление в первом классе и сказала, что этого ребенка он доведет до полного завершения курса общей образовательной школы, то он заключил с ним соглашение, договор. И договор должен исполняться. Другой вопрос, какое качество образования будет у этого ребенка. И если ребенок действительно не может обучаться, то вполне возможно дать ему справку о том, что он обучался в 10-м, 11-м классе, но, к сожалению, по некоторым предметам он не смог получить аттестацию. То есть это все зависит от самого ребенка? То, как он желает учиться? Во-первых. А во-вторых, школа обязана доучить ребенка. Наше государство платит деньги школе за каждого ребенка. Собственно, ребенок обязан отучиться с 1-й по 9-й класс, и он дальше уже будет решать, учиться ему или нет, или уйти в колледж или тому подобное училище. И если ему дать полную свободу, учиться или нет, то ребенок, конечно, скажет, что он не будет учиться. Он захочет сидеть дома, сидеть на диване и смотреть мультики. И поэтому такое право ему не нужно давать, и он обязан отучиться, чтобы в дальнейшем самому решить, когда он уже будет в сознательном возрасте. Я совершенно с вами согласна со стороны пессимистов. Действительно, ребенок должен быть ограничен в своих правах, и за него должны решать некоторые права взрослые, его законные представители, родители и общество. На мой взгляд, у нас у детей ущемляется право на бесплатное посещение секций спортивных. То, что, например, если хочешь пойти в бассейн, то ты должен купить абонемент, пройти медосмотр и платить тренеру, предположим. Можно ли сделать так, чтобы это было бесплатно все? Это совершенно неправильно. Ребенок может платить только в том случае, если он ходит на эту секцию вне набора. По интернету и в новостях была такая новость о том, что в доме малютки, у нас в Якутске, один из сотрудников жаловался на то, что детей связывают. Во-первых, правда ли это, и чем в итоге все это закончилось? Медицинский работник действительно привязывал детей в целях их безопасности. Дети в доме малютки, это очень больные дети, многие с неврологией, когда у них есть такие беспричинные движения, то есть он не контролирует свои телодвижения. И она в этой ситуации оказалась одна почему-то. И она была, вот как она объясняет, вынуждена привязать детей, зафиксировать детей к стульям. За это она была уволена с работы. Это считается как нарушением прав ребенка? Это считается нарушением прав ребенка. Суд решил, что она нарушила права ребенка, что привязала его. Хотя медицинские работники, в том числе Министерство здравоохранения, говорили о том, что было бы хуже для ребенка, если бы она его не зафиксировала. Очень часто в интернете возникают новости о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетних. И как вы считаете, в последнее время количество подобных преступлений увеличилось? Такого вида преступления совершают очень близкие люди. И если раньше на это закрывали глаза, старались, чтобы никто не узнал, старались все это дело закрыть, то сейчас, как только об этом узнают, то наказывают человека. И поэтому я считаю, что их не стало больше, просто стали их чаще раскрывать. У нас был такой случай, когда девочка заявила, этого человека сразу заключили в СИЗО, и он, например, оперировал такими словами. Она специально ходила в очень коротких шортиках, потому что хотела иметь со мной связь. Это совершенно беспринципно. Человек имеет право на свое личное пространство, свое право, как одеваться, и никто не имеет права осуждать и тем более совершать преступление только из-за того, что человек оделся неподобающим, по его мнению, видам одежды. В каждой школе есть прикрепленный психолог. Порой эти психологи даже не взаимодействуют школьниками, учителями и руководствуют школой. А в некоторых отделенных поселках, деревнях вообще отсутствуют. Как вы считаете, как должен взаимодействовать психолог школьникам, родителями и учителями? Мы с прокуратурой три года тому назад жестко проверили все школы. И после этого все, кто не имел, все директора, которые не имели в своем штате психологов, они вынуждены были, значит, утвердить ставку психолога. Мы сейчас добились того, чтобы в каждой школе был психолог, а сейчас мы хотим добиться более высшего качества его работы. И вы совершенно правы, проблема есть. Ну, мы знаем, что каждый ребенок имеет право учиться на своем родном языке. Но недавно, буквально в этом году, проводилась проверка в стельских школах с целью полной перекройки школьной программы под русский язык. И не является ли это нарушением этих самых прав? Проверка российская, она была. Она действительно увидела, что наши дети обучаются на том языке, на котором они хотят. И единственное у них замечание было, что почему в журнале задания пишутся на якутском языке. Но сами же они согласились, что вполне это допустимо. Я хочу затронуть тему, это право на здоровье. Если в семье рождается ребенок с очень редким заболеванием, да, то им некуда обратиться. То есть в больницах и ставить на учет, и говорят, ждите. А если времени нет? И при обращении к органам самоуправления, они говорят, что в бюджете не предусмотрена статья расходов на это, да? И лечение может осуществляться только за границей. А у семьи денег нет. Вы знаете, у нас было несколько случаев, когда выявлялись вот такие дети. И у нас был принят нормативный закон, акт о том, что дети с такими заболеваниями ставятся на учет и выдается квота на лечение. И вы знаете, мы не говорим о заграничном лечении, мы говорим о пределах нашей страны. У нас есть квоты, и у нас есть один только ребенок, у которого очень редкое заболевание. И мы этому ребенку ежегодно предусматриваем 2 миллиона рублей на его лекарства. Вы знаете про прививку АКДС? Скажем так, есть подруга, у которой ребенок пострадал из-за этой прививки. Когда ее поставили во второй раз, и у ребенка поднялась очень сильная температура, в итоге прошел год с этого момента, ребенку год и 10, он пережил и клиническую смерть, и кому третьей степени. Что делать в этом случае? Как мы достигли вот такого уровня жизни, когда у нас все дети выживают? Именно вот этими прививками. И один ребенок из 100 тысяч может стать жертвой непринятия вот этой прививки. Что случилось, например, с вашим знакомым? Что делать в том случае, если врачи разводят на это руками? И говорят, мы не можем вам ничем помочь, и предоставить какую-либо помощь? Необходимо получить направление наших врачей, министерства, и ехать в более продвинутые клиники Москвы, Питера. Вот недавно был скандал с так называемым «синим китом». И что прокомментируете насчет этого? Мы начали профилактическую работу с министерством образования, и слава богу, вот этот «синий кит» проплыл мимо нас без жертв. Только из-за того, что мы предупредили эту работу. То есть наши дети знали о том, что это сетевая игра, которая может нанести вред их здоровью. И вот я была в двух школах, и дети даже смеялись и говорили, да знаем, мы знаем этот «синий кит», знаем, знаем, во сколько они выходят. Вот закон, он был принят в 2010 году об информационной безопасности несовершеннолетних. А мы начали работу в 2003 году. А сейчас наступил момент истины. Ребята, если ваше мнение касательно нашего героя поменялось, то вы можете поменять свою группу. Переходим. Так, ну что ж, мы видим то, что большая часть пессимистов перешла в сторону оптимистов. И давайте узнаем, почему. Ну, мнение о вас у меня поменялось в лучшую сторону, потому что я не знал о деятельности вашей работы, например, да? Но сегодня я вам задал много полезных информаций и надеюсь на вашу хорошую долгосрочную работу. Сначала я думал, что данная сфера будет бесполезной, так как ребенок считается тем же человеком и хватит защиты одного человека в целом. Не важно, ребенок, подросток, взрослый человек, может быть, уже старый человек. Но не будем на это обращать внимание. Я понял, что здесь есть очень много нюансов, очень много таких тонких моментов, которые нужно решать. И их должен решать кто-то, человек умный, как вы. Спасибо. Ну и, в принципе, все. Поэтому я поменял свое решение и перешел сюда. Спасибо большое. Теперь пессимисты, которые остались все-таки на этой стороне. Почему? Мое мнение поменялось. Сначала программа. Я считаю недостаточным возлагать всю ответственность за соблюдение права ребенка на одного человека. Ну, я, в принципе, согласна с его мнением. То есть одного человека конкретно недостаточно, чтобы защитить всех детей. Если бы за это боролись, ну, хотя бы сотни человек, это бы принесло результат, но одного человека слишком мало. Дорогие ребята, вы, как всегда, максималисты. Вы разговариваете со мной и думаете, что я одна прямо стою перед всеми ветрами и защищаю права детства. У нас целая армия взрослых людей, которые озабочены правами детства. Мы вам даем право стать успешными. Пользуйтесь своими правами. Итак, Анна Афанасьевна, кто из наших участников вам понравился своей рассудительностью или, может, все-таки удивил вас своим необычным вопросом? Вы знаете, меня удивил вот последний товарищ, который прямо не в бровь, а в глаз попал на ту болевую точку, в котором страдает все российское пространство. Молодой человек. Давайте попросим вас поделиться. Сидел-сидел молоко и задал такой вопрос. Подписаться, пожалуйста, как тебя зовут и где ты учишься? Я обучаюсь в Институте языков и культуры народов Северо-Российской Федерации. Меня зовут Альбомир, и я рад, что вы выбрали меня. Итак, лучшему участнику мы вручаем сувенир от Министерства молодежи и приглашаем на финальную встречу перед Новым годом, где соберутся самые лучшие. А сейчас, ребята, мы приглашаем вас всех сфотографироваться с нашим героем. С вами была программа «Я молодой» и ее ведущий. Антон Васильев. И Виктория Маркова. До скорых встреч. Пока. Я рада, что закон о правах ребенка реализуется, и наши дети свободны в своих мнениях, в своих вопросах. Можно с удовлетворением сказать, мы не зря работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова